Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу немножко прокомментировать ваши всякие пожелания и вопросы, которые поступают в большом количестве на блог отца Дмитрия. И эти вопросы, связанные с ситуацией сейчас в мире, в России, за рубежом, в Украине. И в целом они все сводятся к одному. Что делать дальше? Для того, чтобы ответить на вопрос, что делать дальше, нужно понять, а почему мы попали в такую ситуацию, и тогда, может быть, исходя из понимания, можно будет какие-то шаги предпринимать дальнейшие. В Евангелии Господь говорит о последних временах, которые неизбежно наступят. И Он говорит о признаках приближения этих последних времен. И говорит о том, что восстанет брат на брата, отец на сына, дочь на мать, невестка на свекровь и свекровь на невестку. И восстанут даже дети на родителей своих и убьют их. И мы видим, что Слово Господне, оно действительно действует, потому что те события, которыми мы с вами являемся свидетелями, они иллюстрируют истинность этого пророчества. Почему восстали люди друг на друга, брат на брата, отец на сына, дети на родителей? Ну, потому что дьявол, врат рода человеческого, желает всех погубить. И действует через живущий в человеке грех. Зависть. Вот есть два соседа, между их участками забор. Они живут мирно, друг другу помогают. Один выращивает клубнику, другой картошку. Третий сосед лесопилку построил. И вот они друг друга снабжают тем, что у них растет, что у них производится, то, что им удобно. И каждый постарается друг другу помочь. Но обязательно, даже в таком небольшом коллективе, обязательно возникает зависть. У кого-то богаче, у кого-то лучше, у кого-то чуть-чуть не так, как у меня. Мне бы хотелось тоже так же. Зависть, она имеет свойство разрастаться. И приводит человека к озлоблению. А злоба приводит к неприязненности, к обиде, к желанию восстановить справедливость. У него больше, а у меня меньше. Надо у него отнять, чтобы у меня было как минимум столько же. А лучше, чтобы у меня было больше. И вот уже эти три соседа, они начинают друг на друга, по какой-то небольшой причине, совершенно незначительной, держать обиду. И иногда эта обида перерастает в такое вот открытое противостояние. Злобу, ненависть. Хотя причин к этому совершенно нет никаких. Но люди не могут удержать в себе вот эту зависть. Ведь для того, чтобы искоренить грех, нужно покаяться в своем грехе, в собственном. Люди видят недостатки в других. В себе замечать не хотят. Себе позволяют все, другим ничего. Человеку очень хочется жить как? Ему заблагорассудится и ни за что не отвечать. Вот это, пожалуй, главная цель жизни любого человека. Чтобы не подчиняться никаким правилам, законам, требованиям. И чтобы никаких последствий не было. Чем богаче человек, тем у него больше возможностей к реализации вот этого своего «хочу». И как это всегда происходит? Это происходит за счет других. Те, кто послабее, те, кто не могут этому противиться. Так это вот бывает и среди просто соседей, живущих в одном доме. Так это бывает и во всем мире, когда одна страна побогаче, она заставляет другие страны победнее. Ну, быть у нее в выслужении. И когда кто-то из слуг, ну, или предполагаемых слуг, восстает против этого порядка, то начинается подавление вот этого инакомыслия. И возникают войны. Это было абсолютно всегда. Это не то, что вот наша ситуация сегодняшняя, она уникальна. Ну, нет. Каждые сто лет несколько таких войн происходит. А уж про локальные всякие конфликты во всем мире это вообще говорить не приходится. Они вообще постоянно действуют. Вот не бывает так, чтобы на нашем земном шаре нигде бы не воевали. Нет, такого не бывает. Локальных войн всегда несколько десятков, они есть. Ну, вернемся к нашей ситуации. Что делать? Причина любого конфликта – это злоба человеческая. И, к сожалению, люди, они очень падки на всякую пропаганду. Телевидение, связи с массовой информацией, каждый в стране, они выполняют определенные задания определенных кругов. Зачастую таких заграничных. И они приводят к тому, что люди начинают ненавидеть все, что не соответствует этой пропаганде. Люди озлобляются, озлобляются, впитывают в себя эту злобу. Проходит немало времени. Вот мы видим, что та ситуация, которая сейчас происходит, такой уже открытый конфликт, она началась уже несколько десятков лет назад. И за это время родилось и выросло новое поколение людей, которые выросли в этой пропаганде и в ненависти, и в неприятии всего чуждого им. И как угасить конфликт? Ведь каждый из враждующих сторон должен остановить в себе свою злобу. Вот есть военные. Они противостоят друг другу на передовой вооруженном конфликте. А есть просто люди, живущие в одном доме, но имеющие разные отношения к происходящему данной ситуации. И они враждуют. Они ненавидят друг друга за то, что их мнения не совпадают. И вот эту вражду нужно людям в себе гасить, в себе. Можно, конечно, подловить соседа, стукнуть ему по голове чем-то тяжелым, и на этом конфликт с этим соседом закончить. Но тогда тебя подловят и тебе стукнут по голове. И так бесконечно. Люди в злобе способны уничтожать совершенно без разбора всех. Сейчас нередкость, когда даже родные, братья, сестры, люди, которые всегда жили одной семьей, они разделились по разные стороны баррикад и начинают ненавидеть. Ну, сначала переживают о том, как они там, как мы здесь, а вот как мы сможем теперь общаться. Но каждый же человек и живет некими своими понятиями о правде. Правда Божия забыта. Правда Божия. Знаете, в чем? Господь сказал, мир храните между собой. Это заповедь евангельская. Люди ее отодвинули. Ну, кто-то вообще о ней не вспоминает, а кто-то говорит, какой тут мир, если он вон как себя ведет. И вот это желание другого научить, как себя вести, как нужно относиться к тому или иному событию в жизни, оно делает человек людей непримиримыми. Надо себя смирять. Вот что нужно делать. А по-другому никак. Никакой вооруженный конфликт, он не сможет восстановить мир. Вот никакой. И войны, в которых принимала Россия последние полвека, участие, а это доказывают. Ну, американцы во Вьетнаме. Ну, казалось бы, ну, несопоставимая мощь Америки и какого-то такого провинциального, совершенно там застрявшего где-то в Средневековье Вьетнама. И что? Да ничего не смогли сделать. Ничего. Так и ушли ни с чем. Афганистан там уже доказательство. Ну, что там? Хотели чего-то своего? Нет. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Можно только, если уничтожить всё население страны и заселить его заново, эту страну. Но это уже будет совершенно и другой народ, и другая страна. Многие, может быть, так и хотели бы. Истребить всех русских, чтобы их вообще не было. И здесь установить свой собственный порядок, заселить сюда своих людей. Но это невозможно. Это утопия. Совершенно невозможно. Бог не попустит. Поэтому любой конфликт нужно гасить сначала внутри себя. Вот у меня есть неприязнь к человеку. Я буду в себе всячески эту неприязнь изживать. Молиться Богу, просить Его о помощи. Не буду отвечать, может быть, злом на зло, которое с его стороны меня затрагивает. Буду стараться быть терпеливым, доброжелательным, великодушным. Ведь мы же с вами все об этом просим. Мы же молимся и просим. Господи дашь мне терпение, великодушие, кротость. Просим. Вот и прояви это великодушие и кротость. Что поделаешь, если человек не хочет иметь, идти на мировую? Ну, значит, придется его потерпеть таковым, как он есть. Потому что, а как по-другому? Ну, он ничего слышать не хочет. Но все эти переговоры, все эти какие-то договоренности, мы же видим, как люди к ним относятся. Вроде договорились, и все, и никто ничего не делает. Ну, потому что это каждый следует только собственной выгоде. А подсказывает решение дьявол. Дьявол. Вот он сейчас пожинает плоды своих трудов, так радостно потирает руки, как я ловко брата на брата натравил. И не надо думать, что вот если мы сейчас каким-то образом воздействуем там физически, экономически, политически на другую сторону, враждующую против нас, то они вот прям признают свою неправоту, примут нас там как истину. Да ничего подобного. Ничего подобного. В каждом народе есть такое национальное чувство гордости. Оно, правда, бывает очень по-разному выражаемо. До национализма. Когда все иное воспринимается как враждебное и уничтожается. К сожалению, на Украине национализм, он издревле, ну вот сколько Украина, конечно, не как отдельное государство, а как народ на краю России, он всегда был. Всегда был. Национализм, он присущ украинскому. Ну, присущ. Это вот есть такие свойства, черты характера народа. Русскому человеку, его черте характера, свойственна доброжелательность, умение прощать, умение идти на помощь и помогать. Даже своим врагам. Ну, вот такая вот широкая русская душа. И мы видим, что даже когда против России затевались всякие козни, Россия старалась не отвечать злом на зло. Открываешь новости, санкции, новые санкции. Сначала каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. И все, выискивали какие-то слабые места, и вот надо было туда и воткнуть иголку, чтобы было побольнее, чтобы было как-то вот все понеприятнее. Вот, все хотелось себе подчинить. Ну, терпели, терпели, терпели. Вы знаете, есть такое понятие, как накопление зла. Вот если взять чашу и в нее капать по капельке яда. Сначала как бы вроде бы и незаметно. Потом эта чаша начинает наполняться, наполняться, а потом она переливается через край. И тогда наступает вот такой момент, когда для того, чтобы это зло остановить, а иначе оно просто зальет все вокруг, весь мир заполнится, нужна жертва. Каждый из нас, совершая грех, он капает в эту чашу свою капельку яда. Человек озлобился, вот капелька яда. Человек соврал, капелька яда. Человек обманул кого-то, вот капелька яда. Там семейный скандал между мужем и женой, капелька яда. Вот дети обманывают родителей, вот капелька яда. И это все в мировом масштабе очень и очень скоро накапливается. И что делать? Вот каждый человек, он же не признает себя виновным в происходящем. Ему кажется, что это там политики, что это вот какие-то закулисные силы, которые вот они на этом наживаются, они на этом богатеют, вот, а мы, бедные и несчастные, страдаем. Ну, конечно, мера зла и мера греха у каждого своя, но каждый человек, абсолютно каждый, согрешая против заповедей Божьих, он участвует в том, что потом является вот таким вот вооруженным конфликтом. Участвует. Мы все участники этого. Хотим это признавать или не хотим, но вы сами участники. Давайте вспомним немножко, опять же, Евангелие. В мир родился Господь, Спаситель. Родился, пришел сюда к нам, чтобы умереть. Интересная такая вещь, да? Человек рождается, чтобы добровольно умереть, будучи безгрешным. Никакой вины в нем не было, никакой причины для смерти в нем не было. Но он умирает. Для чего? Чтобы вот то зло, которое тысячелетиями копилось на земле и готово было восторжествовать, когда уже даже среди избранного народа забыт был Бог. Так, разве что внешние какие-то исполнялись еще обрядовые такие вещи. Но закон был все полностью искажен грехом, живущим в человеке. И вот, чтобы спасти этот мир, нужно было умереть. Многие сейчас возмутились тем, что на Украине гибнут люди. Зло, которое мы с вами сотворили, оно привело к необходимости жертвы. Вот принято решение. А можно ли было без вторжения на Украину, без этой специальной операции, без войны, без гибели людей? На самом деле, я считаю, что нет. Потому что не то, чтобы рано или поздно, а очень скоро все равно вооруженный конфликт, он бы возник. В силу того, что вот то зло мировое, которое как бы накопилось, оно уже не могло без войны. Просто не могло. Оно же всегда так. Вот живет некий народ, и вдруг восстает на своего соседа. Чего это у него? Ну, потому что вот эта вот злоба и жажда наживы, и жажда мести поморочают ум человека. И люди идут, и воюют. И так всегда было. Россия всегда участвовала во всех европейских воинах. Всегда. Даже если они происходили далеко от ее границ. А что поделаешь? А что поделаешь? Потому что Европа никогда не могла сама себя защитить. И всегда обращались за помощью к России. И Россия никогда не отказывала. Ну, так немножечко заглянуть там в 19 век, балканские войны. Ну, если бы не наши русские солдатики, то где бы сейчас были там эти болгары, сербы, вот эти все балканские народы? Ну, где? Да не было бы их там. Все это была бы там турецкая провинция. Что, они смогли бы отстоять свою независимость? Да нет, нет. Они нас позвали, и мы пошли. Пошли умирать за них. Умирать пошли. Не дипломатическую миссию послали, чтобы там где-нибудь на переговорах убедить турок не захватывать их страны, прекратить войну и разойтись с миром. Как вот сейчас все предлагают, то надо было собраться, всем договориться. Да никто слушать ничего не хочет. Нет. Это невозможно совершенно. Нужно было пойти умирать. И умирали за то, чтобы этим людям была возможность жить. Ну, что делать? Историю очень не любят. Особенно те, кто хотят ее переписать заново. Которые им совесть как-то вот постоянно тревожит. Поэтому лучше об этом не вспоминать. Лучше вот говорить о каких-то таких текущих событиях шаблонными всякими фразами. Ну, что поделаешь? Ну, людям так выгодно, так хочется. Ну, или их так распропагандировали. Потому что вот если взять человека, который там громче всех кричит, больше всех возмущается, больше всех чего-то требует, так его изолировать от этой толпы кричащей и дать ему немножечко успокоиться. Ну, так денька два-три. А потом с ним спокойно поговорить. Чем ты возмущен? Чего ты хочешь? И успокоившись, человек сам удивится. Да вроде бы я даже и не знаю. Да все кричат, я кричу. А вот там такое, а вот сякое. А если ему документики показать? Сказать, а смотри-ка, а все-то совсем не так? Он скажет, ну да. Да, действительно. Видно, меня обманули. Но человеку нужно успокоиться, чтобы это все услышать, чтобы это все понять, чтобы это все принять. И людям не дают успокоиться. Людей все время накручивают, накручивают, накручивают. И люди, они с радостью накручиваются. И вот та ситуация, которая сейчас, она становится все накрученней, накрученней, потому что вот эти все санкции, и мировые против России направленные, они же никогда не остановятся, что можем как-то им ответить так, чтобы они прекратили. Да не для того они все это затевали еще там несколько десятков лет назад. Не для того, чтобы вдруг так взять, остановиться, сказать, ой, вы нас извините, мы были неправы, все-все-все, санкции снимаем, все восстанавливаем, а вот вам еще компенсация за моральный ущерб. Что, думаете, так будет? Нет, никогда. Злоба в человеке, она не имеет верхней границы. Вот она растет, растет, растет до тех пор, пока человек не уничтожит самого себя. Потому что вот так вот действует дьявол. И победить дьявола человек не в состоянии с собственными силами, ну никак. Это вот только силы Божьи. Как Господь говорит, я даю вам силу и власть наступать на змею и на скорпиона. Он дает эту власть, Бог дает. Вот нам надо просить у Бога милости и вот этой власти победить то зло, которое живет в каждом из нас. Вот кипит человек злобой или обидой. Человек должен взмолиться Богу, чтобы Господь ему помог эту обиду из себя изжить. Успокоится человек, вот от него уже не будет проистекать зло. И этот успокоился, и тот успокоился. И вот, глядишь, действительно конфликт угаснет. А так как? Может ли Бог как-то вмешаться чудесным образом и все это прекратить? Может. Может. Вообще никакая война сама по себе прекратиться не может. Конечно, это вмешательство Божие. Но сколько должно еще погибнуть людей? И не только на войне. Совершенно не на войне. Люди гибнут просто от злобы. Это вот такое вот есть свойство. Наш человеческий организм, он не такой уж и крепкий. И если человек живет в постоянном таким злобном переживании, он стимулирует развитие всяких болезней в себе и умирает от этих болезней. И что тут? Как Богу вмешаться? Ну, мы не можем Богу давать совет. Мы можем молить Его о том, чтобы Господь поспешистовал людям прекратить вражду. Мы хотели бы, чтобы Бог так взял, две руки свои так протянул и развел враждующих в разные стороны. И как бы погрозил этим пальцем и этим пальцем, и чтобы они сразу успокоились, умиротворились, испугались. Но насильно мил не будешь. И Господь как бы призывает людей с тем, чтобы люди образумились. Потому что невозможно все время держать людей только в страхе животных. Может Господь послать ангела, который каждого человека согрешающего будет серьезно наказывать. И на какое-то время люди испугаются и остановятся. Но у Бога цель другая, чтобы мы научились любить. Вот есть Новый Завет и Ветхий Завет. В чем принципиальная разница между Новым и Ветхим Заветом? Есть одна такая заповедь. Она так и звучит. «Заповедь новую даю вам – да любите друг друга». И вот если мы к этой любви не придем, если мы не научимся любить друг друга, то мы не сможем никогда преодолеть то зло, которое вокруг нас и внутри нас. Вот надо учиться любить по-настоящему. По-настоящему любить. А любовь, она же всегда сопряжена с жертвой. И жертва, вот есть такое понятие у нас в церкви, умилостивляет Бога. Вот Господь принес себя в жертву Богу Отцу за весь род человеческий. Бог такой злой, что вот нужно было его умилостивить, что вот он по-другому никак не мог. Это у язычников были такие даже человеческие жертвы, когда люди, боясь каких-то стихий, они приносили в жертву своим придуманным богам, чтобы они преклонили свой гнев на милость. Но нет, Бог не злой. Бог хочет, чтобы мы перестали быть злыми. Ведь Бог не родил злобу, смерть, грех. Бог породил человека для вечной жизни. Бог хотел научить человека любить. Но вмешался дьявол, которому человек поверил больше, чем Богу. И вместо любви приобрел ненависть. И мы видим, что эта ненависть, она способна на братоубийство сразу. Каин убивает Авеля. Вот оно, в первых людях уже происходит убийство из зависти, которая породила ненависть. И это всё продолжается. И только внутри себя. И только молясь Богу. И только прося Его о милости и помощи. И только изо всех сил удерживая себя от греха. Мало ли, что мне иногда так хочется дать Ему пороже, а я не буду. Вот мне так хочется рассказать всё, что я о нём знаю, а я этого не буду. Вот мне так хочется, чтобы Его вообще глаза мои не видели, а я буду себя лучше смирять. Ну и вот только таким путём. Да, мы переживаем за тех, кто сейчас оказался от нас отрезанным этой войной. Да, конечно, страшно за людей, живущих в городах, окружёнными войсками, где рвутся бомбы, снаряды. И, конечно, нам и показывают, и рассказывают далеко не о всём, что там происходит. Многие вещи сокрыты от нас. И, конечно, это тревога и волнение. Это понятное дело. Когда человек любит, он всегда переживает за того, кого любит. Но мы же не можем остановить злобу злобой. Ещё апостол Павел говорил, смотрите, чтобы никто из вас, имея в виду своих учеников, изнов обращённых ко Христу, не отвечал злом на зло. А иначе всё. Как только зло поселяется в людях, всё рушится. Всё рушится. Вот сколько сейчас таких интернациональных, международных компаний обанкротится. Но только потому, что часть людей за рубежом живут, а часть людей в России. И вот люди, которые на протяжении полутора десятков лет выстраивали общий бизнес, и он наконец-то стал приносить какую-то пользу людям, доход этим акционерам. Люди научились сотрудничать, люди научились говорить на одном языке, понимать друг друга, преодолели все эти, так сказать, дьявольские козни, которые пытались их разделить. А сейчас опять всё то же самое. И от кого это зависит? Ну, исключительно от людей. Ну, исключительно от людей. Невозможно никаким указом, законом, требованием заставить людей ненавидеть. И так же невозможно никаким законом или указом, или решением там на самых высоких кругах власти заставить людей любить. Невозможно. Это движение души каждого человека. Вот куда он подвигнет себя? Ко злу? Легко. К добру? Тяжело. Ну, вот каждый должен сейчас решить, что он хочет. Мир во всём мире наступит тогда, когда человек поселит в своём сердце мир. Вот только тогда. И никак иначе, и никак раньше. Возможно ли это? Ну, если мы все дружно взмолимся Богу, а сейчас Церковь усердно молится о том, чтобы как-то в людях прекратилась вражда друг к другу. Ну, тогда возможно. Но опять же, на время, конечно. Те события, о которых Господь возвещает нам через Евангелие и кончины света, и всяких бедствий, и всяких моровых поветрий, и катаклизмов, это всё будет. Это всё придёт. Но это может быть нами отодвинуто по времени туда подальше. А может быть нами приближено сюда поближе. И это всё будет зависеть от того, как каждый из нас будет относиться к озлу, который живёт в каждом из нас. Каждому из нас. Вот люди приходят на исповедь, и каждый свидетельствует о зле, которое живёт в нём. спорю, раздражаюсь, гневаюсь, обманываю, там, противлюсь, злоблюсь, там, вот каждый человек, он пришёл, он свидетельствует о том, что он знает. «А как мало людей, которые, отойдя от исповеди, хоть что-нибудь сделают для того, чтобы этого стало меньше, и вообще, чтобы это изжить?» Ну нет, нет. В человеке живёт какая-то греховная привычка, всё возвращается очень быстро, даже если человек там попереживал о чём-нибудь, всё возвращается обратно. И опять каждый человек продолжает капать свою капельку яда в общую чашу мирового зла. И придёт опять тот момент, когда она переполнится, и опять возникнет конфликт. Какого масштаба, мы не знаем. Оно всё время так вот, всё циклично происходит в мире. Вот мы с вами попали в период такого откровенного, открытого, агрессивного противостояния. Я не хочу сказать, что в России нет сил там озлобленных, обиженных, там агрессивных. Да, конечно, есть. Это есть вообще в каждом человеке. Даже в живущем в монастыре. Вот, казалось бы, человек ушёл, из мира. Всё, отверг этот мир. Ты что, в монастырях нет, что ли, злобы, зависти, неприязненности, мстительности? Да сколько угодно. Сколько угодно. люди, живущие там, они как бы сталкиваются с этими всякими кознями дьявольскими, которые действуют через наши страсти. Но вот если мы будем всё-таки с собой бороться, призывая на помощь Бога, то мы сможем и этот конфликт остановить, и восстановить более-менее такие мирные отношения. Уж я не знаю отношения любви, там, доверия. Наверное, это ещё очень много времени должно пройти, чтобы люди начали опять доверять друг другу. Потому что если один раз человек столкнулся с человеческой недобросовестностью, злобностью и лживостью, он уже доверять не хочет. А без доверия как строить общий мир? Ну как вот? Люди всё всякие утопические теории строят и развивают на тему, как было бы хорошо, если бы... Ну, это реально, но только при условии действительного глубочайшего внутреннего покаяния человека перед своим Творцом. Вот если мы действительно принесём внутреннее покаяние, то есть мы внутренне изменимся, мы не дадим злу действовать внутри себя, ну, тогда этот мир может ещё какое-то время просуществовать в мире. И, может быть, наши дети, они не вкусят всех вот этих вот прелестей, в кавычках, войны. И проживут в мире. Но это во многом будет зависеть от нас. Родители воспитывают своих детей в определённых качествах их души. И дети впитывают. Вот надо как-то ко всему этому относиться серьёзно. Мы сейчас пожинаем плоды тех семян, которые посеяны были до нас. Ну, может быть, многие ещё даже не родились, когда они были посеяны, а сейчас они пожинают эти плоды. Вот и мы с вами тоже сеем в будущее, и в ближайшее, и в далёкое будущее. Мы сеем. И вот очень важно наблюдать, какие семена мы с вами бросаем вот именно в будущее. В этом будущем жить нашим детям, внукам. Ну вот, дорогие братья и сестры, вот о чём я хотел с вами поговорить и как-то высказать своё видение происходящего. И не надо бояться. Господь нам сказал, «Я с вами есть до скончания века». Он-то с нами, а мы с ним ли? Вот давайте обратим внимание именно на это. Потому что если мы позволяем себе злобу, то мы точно не с Богом, а с дьяволом. И тогда нам никак хорошо быть не может. Человеку хорошо, только когда он с Богом. Спасибо, Господи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok